Кеклик – это горная куропатка, которая, как домашняя птица, в России не разводится. Относится птица к семейству фазаньих. Ее содержанием занимаются в горных районах, местах обитания. Там кеклика не разводят, а отлавливают птенцов. В Передней Азии горная куропатка гораздо популярнее перепелов. Держат птиц после распада СССР исключительно на Кавказе. Содержание не отличается от перепелов или кур, но кеклику потребуется больше места. Куропатку можно содержать в высокой клетке, но в ней кеклик не сидит на яйцах и нужно использовать инкубатор или наседок. Причем кеклики в вольерах высиживают птенцов самостоятельно. В природе горные куропатки встречаются семи видов, но наибольшее распространение имеет азиатский кеклик. Биологи считают горную куропатку курицей, имеющей плохой характер. Кормят их как кур, но содержать с другими птицами их нельзя. Куропатки бьют перепелов, куры гоняют кекликов. В России они малоизвестны, но в мире множество любителей кекликов и племенная работа проводится активно. В неволе содержат горных и песчаных куропаток, выведены цветные. В питании кекликам требуется больше белка. Им можно давать комбикорм для бройлеров. В вольерах создаются условия, близкие к естественным. Самка сама создает гнездо и высиживает птенцов. Несутся куропатки с 4 месяцев. За сезон они приносят 40-60 яиц весом 15 грамм. До инкубации яйца хранятся до 3 недель при температуре 13-20 градусов и влажности 60%. Это позволяет выявлять некондиционные яйца. На инкубацию отбирают яйца без дефектов скорлупы и среднего размера. Инкубация продолжается до 25 суток при температуре 37,6 градусов с постоянным ее понижением и повышением влажности до 70%. После вылупления птенцов отлавливают и помещают в брудеры. Кеклики отличаются конфликтностью и держатся порознь. Если они собираются вместе, необходимо повысить температуру в брудере. Активные молодые куропатки становятся самостоятельными очень быстро. Для 10 птенцов требуется площадь 0,25 квадратных метров. Им необходимо пространство, чтобы убежать в случае конфликта. В природе птенцы питаются насекомыми. В день им требуется 30 насекомых, что при разведении в домашних условиях неприемлемо. Кроме комбикорма для бройлеров, птенцам дают вареные яйца, творог, мясо, костную муку. Чтобы получить ручных птиц, их подкармливают с рук. При кормлении насекомыми следует удалить жесткие части. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.